Я понимаю, что есть такие места, где электричества нет. Ну нет там, и все. Ну, эти места не обладают той лучшей категорией. Что такое электричество у нас сегодня и сейчас? Да это практически все, что нам нужно. И очень хорошо, что в свое время Владимир Ильич Ленин сказал, нам нужна электрификация. Так оно и было сделано. Очень-очень быстро. Потому что в Советском Союзе мы сделали электричество по всей стране. Если бы не электричество и не план Гоэрло, проблемки были бы у нас во Второй мировой войне. У нас и так проблемки были во Второй мировой войне. Но благодаря Гоэрло мы это сделали. Потеряли, конечно, много. Сегодня и сейчас о чем мы будем говорить? И, к сожалению, Советский Союз уже пройден. Но давайте все-таки зададим вопрос. Что в принципе электричество в Российской Федерации не стоит тех денег, как оно, допустим, стоит в дивной стране под названием Турция. То есть там люди, отапливаясь электричеством, тратят на зимний период, используя кондиционеры, сумму примерно в тысячу долларов. Жесть, жесть. Тысячу долларов умножаем на 98 рублей. Сколько получается? Вы не готовы. И я не готов. И поэтому очень хорошо, что живем еще в России. Но давайте все-таки определимся, что такое электричество. Электричество вообще в природе своей. Насколько оно может быть бесконечно долгое? Нет. Это не бесконечная долгая процедура. По одной простой причине все рано или поздно ссохается, окисливается, и мы получаем проблемки. Но нам нужна такая ситуация, которая нам решит эти проблемы. И где она находится. И ценники здесь оптимальные. И самые доступные в Урало-Сибирском регионе. Это электросила, которая располагается здесь на вокзальной 5. Очередные мысли вслух. Поэтому вы не торопитесь. Я немножко подтупливать буду. Не то, что я подтупливаю. Я хотел, знаете, что себе сделать. Я хотел себе найти вилочку. То есть розеточки-то есть у меня, две штучки. Что-то я вилочку не увидел, но я увидел другую штучку. То есть давайте все-таки определимся, что это будет не вилка, а я сделаю удлинитель. О! Как бы вам сказать? Я кое-что в этой жизни умею. Если честно, мне когда говорят, что я журналист, я говорю, в какой стадии я должен быть журналистом, если у меня по русскому языку всегда было два балла по литературе из той же оперы. Хотя, в принципе, я читал Достоевского и остальных вещей. То есть, ну, как бы кое-что в голове-то еще осталось. Мало того, я еще и прочитал Библию, что, кстати, не каждый первый из вас читает. Новый Завет прочитал их, наверное, раз так пять, туда-сюда. Вот. Ну, чтобы это было понятно. И мало того, когда мне говорят, что я ничего не читаю, я говорю, я каждый день молюсь. А это то же самое, что прочтение, допустим, какой-нибудь газетки. А я это делаю каждый день, поэтому не надо говорить, что я странный человек. Я далеко не странный человек. Но, что касаемо вот этих вещей, здесь на Комсомольской 17 и на Вокзальной 5, это очень-очень большое количество проводов. Огромные провода в различной ценовой категории, естественно. В случае чего я себе взял как-то вот обыкновенный кабель силовой гибки и сделал такая штука, что сегодня и сейчас я могу спокойненько прикуривать и не только свою машину. Просто сделал, здесь же все купил. Здесь же купил и паяльники, и флюсы, и все остальное. Был бы умным человеком, сделал бы немножко по-другому, но тем не менее я сделал. Все остальные примочечки. Вот сейчас мы про примочечки будем говорить и об отдельной структуре. В свое-то время, в свое-то время, раньше провода в, допустим, в месте, сделанном из дерева, крепились на что? Такие штучки были чпокалки, то есть вставляешь, и на некотором расстоянии вот эти все провода и были, работали. Сегодня и сейчас все немножко совершенно все случилось по-другому. Вы, в принципе, можете взять любые и пустить все снизу. То есть вы взяли, спокойненько у вас идет по, допустим, ламинату или по линолеуму отдельная штука под названием что? Опора. Ну, такая переходная опора, здесь ее, к сожалению, нет. А сверху уже вы спокойненько даже там прокладываете вот в такой штучке проводочки. И все становится немножко по-другому. А если вы еще с мозгами, то, в принципе, не обязательно розетки поднимать слишком высоко. Можете ее снизу ставить. И все. То есть, в принципе, вы сделаете так, что все поймут, что у вас вкуснее. Я еще раз говорю, здесь есть все от и до, от и до. И ценники, во. Ну, уже не будем говорить, что, в принципе, все, что у вас должно быть дома. То есть, что у меня сейчас дома? Ну, что у меня сейчас дома? У меня дома все по-интересному сделано. По-интересному сделано. И когда мне говорят, что нет таких изоляторов, простите, вот они, да, 18 рублей стоят эти изоляторы. То есть, они уже 18 рублей стоят. К слову о том, что это уже не не фарфор, а хорошая, качественная, только не проводящая, даже не резина, это спокойный, нормальный, только не проводящий пластик. И он не весит, как те фарфоровые структуры. Это для тех, кстати, у кого есть баня? О, баня, 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 баня. К сожалению, мне запретили. Ну, с моей болячкой, к сожалению, уже все проехали. А я любил баню, естественно. И, в принципе, вот такая штука. И вы спокойненько разводите проводочку в бане. Но какая должна быть проводочка в бане? Если у вас с головой все в порядке, 220 вольт туда вообще совать ни коем случае не надо. Не надо этим делом совать. А сейчас покажем. А мы сейчас покажем вам то, откуда вы можете из 220 получить немножко другое напряжение, которое вас 100% не убьет. Вот это то, что вас не убьет вообще никаким образом. Я не противник. Точнее, я противник вот этого сверхбольшого напряжения. Знаете почему? То, что находится здесь, то, что здесь все сидят, это что такое? Это светодиодное оборудование. Светодиоды, во-первых, это очень блеск. Очень блеск и очень хорошая тема. Да-да-да. Знаете почему? Я еще не видел ни одного человека, который светодиод бы прибил. Потому что у него нет такого напряжения. Там 220 вольт не работает. Он работает 12 вольт. Ну, либо плюс-минус, без разницы. Может быть, чуть-чуть больше, без разницы. Это есть, 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 есть. К слову о том, что надо понимать, что раз есть электричество, то мозги должны быть у вас включены однозначно. А раз вы должны включать свои мозги и не попадать на напряжение, естественно. Вот, напряжение. То есть они спокойненько переквалифицированы. Делаются делители, которые из 220 делают 12 вольт. И вы спокойненько в бане используя то, что здесь есть. Получайте качество. Вот оно, вот оно, вот оно. Оно мне нравится, кстати. Беседы бывают разные. В данном случае мы вам показываем, как надо. С моей точки зрения. С точки зрения державы лучшей. С точки зрения Китая. Если бы не Китай, я бы не смог летать на самолетах. И электроскутера бы не было, как и компьютеров. Молодцы, как и электросила. Внедряем все и сразу. И лучше продать в десятки раз и сотни больше, чем скулить о жестком поднятии цен. Нет его, есть ваша жадность. А жадности в отношении от электросилы нет в природе своей. Слово ассортимент не присутствует в моих сюжетах. Слово много, слово очень много. Так вот это и есть. Слово безумно много. Вот вы только посмотрите, сколько того, что будет нужно всегда есть в электросиле. Причем это в отношении и для дома, и для любого бизнеса. То. Бизнеса бывают разные. Но ни один в природе своей не может быть без электричества. От и до. От и до. В любой теме. Вот для этого уникальность электросилы есть на Комсомольской 17. Очень, очень, очень достойно. Итак, сколько не душится лодырь богатый. Очень неважно он пахнет, ребята. Мои руки, они бывают разные. Когда я работаю с машиной, они становятся запахом масла. Когда я работаю с бензотриммером, они начинают запах бензина оттуда же возникать. Иногда, иногда, но это тоже мне очень сильно нравится, когда они пахнут канифорией. Что я делаю? Что я делаю? Я дома паяю то, что мне нужно. И к слову о том, что я не сильно крутой и навороченный во всех делах человек. Но это делать я умею. И то, что сегодня и сейчас я вам показываю процедуру распайки, это тоже очень хорошая тема. По одной простой причине. Потому что, если бы я не паял, все это дело, все бы развалилось уж никуда-сима. А в итоге, что получается? Недавно тоже паял. Оно было вроде нормально сделано для начала, но потом возникли проблемки под названием окисление. И уже, получается, центральный провод окислился, и он не передал тот сигнал. Мне пришлось уже, используя, используя то, что я здесь покупаю, то есть все мои паяльники, это только сейчас отсюда. То есть все мои цешки, это все только отсюда. Вы должны понимать, если я про это говорю, вы тоже должны понимать, что у меня есть некоторое количество мозгов. Может быть, у вас больше, я же не знаю. Может быть, больше. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Вот теперь возвращаясь к тому, что мы и делаем. То есть, в принципе, мною примерно освоено от 30 до 40 профессий разных. И когда я увольнялся с Челябинской государственной иллюзионной радиокомпании, мне, знаете, что написали? Как эта штука называется? А эта штука очень серьезным образом называется. Написали, что я электроник с допуском 50 кВт. А вы думаете, что на телевидении нету сверхмощных сигналов? Ну, здравствуйте, попа, Новый год. А что вам передает по эфиру? Да-да-да, это вот на такой высоты. Вы должны же тоже понимать, да? Что я бы рекомендовал вам находиться на телевизионной вещательной структуре при полной ее нагрузке, когда она не выключена. То есть, это все. Это, в принципе, серьезные проблемки и со всеми вещами. Но у меня тоже есть проблемка отдельная. Это уже отдельная тема. То есть, прежде чем что-то вам необходимо сделать, необходимо, конечно же, все это дело обесточить. Или сделать замечательные штуки под названием реле. Сегодня реле, это, ну, хотя есть и старенькие реле, то есть, если сильно, 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 сильно хотите, ничего не будете делать в природе своей, используя то, что у вас есть. Возможно, вот, это полная та самая релюшка из того оперы. То есть, нажали, красный работает или белый, не помню. Ну, я знаю, что она работает, пожалуйста, можете ее покупать. А все остальное, видите-ка, все красиво и ровно, да, то есть, люди-то ходят. Это говорит о том, что не просто я здесь один, естественно. Спокойненько ставите перед тем, как выключите, просто вырубаете, и все, и никаких проблем нет. А потом уже включаете. И после того, как все это дело выключено, вы проверьте на всякий случай, если что-то уж совсем лоханулись, да. Есть такая штука под названием только приемник. То есть, он показывает, есть ли напряжение в сети. Проверили, и когда уже нет ничего, даже, в принципе, вы можете не просто только приемник, а можете сэшкой, а сэшкой тоже здесь есть. И все, вот ваша жизнь. Что же в ней сложного-то, а? В ней ничего сложного нет. В ней включается одна главная структура, мозговая ткань. Если она есть у вас, это хорошо, но, может быть, ее и нет. А, 903 номера звонят? Возьмите деньги на прокат, да? Практически. Ну, я тебе говорю, 903 номера, блин. Как мы сейчас смеемся, знаете, почему мы сейчас смеемся? Я расскажу. Потому что нам, типа, дают кредиты, и никто их не дает. А зачем вы тогда нам звоните, если вы не даете кредиты? Ну, дайте хоть кредиты, чтобы нам было веселее. А, не дайте. Да и когда я сюда захожу, здесь никаких кредитов не нужно. Что касаемо того, что здесь находится... По-человечески. Хотите по-человечески. Ну, честно, хотите по-человечески, да? Я не могу отсюда просто так уйти. Не то, что здесь что-то... Вопрос в том, что здесь новинки есть, это 100%. То есть, такие вещи, которые я где-то что-то увидел, они уже здесь есть. То есть, как они работают? Они работают вот так вот. Вот так вот они работают. Да, и к слову о том, что вы вот думаете, что все будет хорошо и красиво, и вам нужен кондиционер. Нахрена! Вот, вот, вот. Вентилятор просто дует, и все. Или кондиционер, который вас сушит. А потом от этого кондиционера у вас возникают дивные проблемы. Как, типа, допустим, пневмония. Вы не слышали? Зря, зря. Вы должны понимать, что кондиционер-то не есть, АЭС. Никогда мы с кондиционерами не жили. Это только сегодня, сейчас. О-о-о! Мы решили, а мне так нравится. Хо-хо-хо! Ну, вентилятор. Милое дело, милое дело. Ну, и все остальное, то же самое. Пожалуйста. Я к себе даже в один вопрос решил. Весьма интересный. То есть, одну из структур я брал себе, называется торшеры. Ну, конечно, электричества такого не хватило. Я посмотрел. И, в принципе, в этот торшер, маленький, есть очень умный нюанс. Нюанс, нюанс. Ну, нюанс. Вы же должны понимать, что если мы берем светодиодную технику, туда не нужно сверхмассивных, под названием, проводов вставлять. Я поставил обыкновенную штучку, и все стало светиться. Только лампу я поставил огромную. Во! Итак, что за магазин? Насколько он хорош? Почему вам он нравится? Ну, отличный магазин. Хороший выбор. На самом деле, постоянный клиент. Так что, всем рекомендую. Конечно, здесь нет того, что вам хотелось бы. Ну, есть у меня товарищи, которые занимаются профессионалом. То есть здесь у них там все хорошо. Они там паяют микросхема. О, тема. Они там паяют диоды. О, тема. Они там паяют. А транзисторы тоже бывают разные. особенно тех у которых на выходе получается не там допустим 50 ватт а полтора киловатта ой там все серьезно таких к сожалению здесь нет они есть в примерно может быть есть это весме хотя очень сильно в этих делах сомневаюсь но весме тоже кое-что есть они со мной не работают заодно со мной работают электросила а здесь есть все для тех у кого есть руки которые растут из плечей естественно не из жопы а что вы думаете что я себе не могу это позволить это моя передача вот и вот все могу себе это дело позволить то потому что есть люди которые даже ездить нифига не умеют а таких людей знаете сколько особенно которые начинают облом прямо к вам навстречу тоже хватило но это уже отдельная тема эта проблема естественно другой передачи под названием авто стоп тема другая которая мы говорим что электросила что она вам дает но если вы не будете залазить туда куда нужно залазить с мозгами уже серьезными а лучше к этому двое пар или трое мозгов в одной точке срабатывают это кстати интересная штука будет вот все остальное и паять и варить и делать проводочку если и руки то откуда нужны есть и поставить лампочки сделать все это дело красивое ровно это все вот это вот это сюда по абсолютно нормальным абсолютно нормальным ценам вы спокойненько получаете грамотное удовольствие вот такой кстати